елочка это книжки я на флеминга джимси бонди так это у меня было вот это что-то новое так вот это тоже было вот это тоже новая да и вот это уже было ну ладно в этот раз хотя бы есть что называется рассказать приветствую вас дорогие друзья и в честь уже нового 2020 года я решил начать серию роликов посвященную джеймсу бонду когда-то феврале я уже делал подобное видео показывая свою коллекцию связанную с этим персонажем но за текущий год коллекция моя резко возросла да плюс ко всему скажем так кое-что новое я увидел прочитал поиграл поэтому я планирую сделать не какой-то так будем там один выпуск или там выпуск поделенный на две части сделать серию роликов посвященную джеймсу бонду про каждый аспект скажем так моей коллекции вот и соответственно первое видео оно будет посвящено именно книжкам то есть все таки джеймс бонд у нас главным образом персонаж литературный вот и следовало начать с его истоков вот ну а в дальнейшем конечно я планировал снять ролики про фильмы про музыку к этим фильмам и проведю игры вот ну собственно что ходить вокруг да около значит как я уже прошлый раз показывал самая древняя книжка моей коллекции это вот такой вот доктор но еще в мягком переплете то есть эта книжка у нас еще 90-го года издания вот к сожалению пока доктор но я не прочел так что по поводу этого романа ничего сказать не могу вот значит наверно следующая по древности книжка это вот на тайной службе ее величества и с этой книжкой я уже успел ознакомиться то есть чуть позже мы они обязательно поговорим вот потом была вот такая книжка как раз таки королевское казино вот по факту казино рояль и живее дай умереть вот то есть ее тоже прочел и про нее мы сегодня поговорим есть вот такое издание это у нас получается из россии с любовью вот прошлый раз я про него как раз таки рассказывал здесь у нас три романа то есть это у нас если я не ошибаюсь вот как раз таки из россии с любовью доктор но шпион которыми не любил меня вот так что из россии с любовью я прочел и мы тоже о нем сегодня поговорим а вот пополнился моей коллекции вот такими книжками это у нас получается мунрейкер и goldfinger ну вот в одном атоме это издание у нас получается 92 года аспект пресс с обоими произведениями я тоже пока не ознакомился так что ничего сказать не могу из точно такой же серии как вот предыдущая книжка есть моей коллекции вот такая это живешь лишь дважды человек золотым пистолетом вот вот эти романы я уже успел прочитать это у нас вот тоже самое издание того же самого издательства так она выглядит вот так что они мы тоже сегодня поговорим вот дальше появилась вот такое у меня издание то есть она просто называется агент 007 если не ошибаюсь состояла она из трех томов вот у меня именно в коллекции 2 значит издательство это у нас было какой-то то пролог мп спас москва 1902 год значит тут у нас получается вот операция гром ну тут по всему шаровая молния на секретной службе величества осминожка через снайперский прицел и достояние леди то есть эти последние это именно рассказы то есть были не только роману яна флеминга джеймсом бонди но еще и рассказы там даже несколько сборников выходило один из них если не ошибаюсь даже посмертно ну то есть после смерти флеминга и вот такая книжечка у меня еще появилась это у нас получается уже издание 2016 года амфора санкт-петербург это вот бриллианты вич навсегда вот тоже с этим романом пока я не ознакомился вот но в общем то в коллекции он у меня есть что называется вот ну и соответственно хотелось бы сказать тогда несколько слов о самом писателе вот я не флеминги то есть конечно подробно ребята я там ничего как бы анализировать и разбирать в принципе не буду то есть если конечно очень сильно хотите то я могу прямо вот сделать этот такой подробный разбор биографии там я на флеминга там всех книжек которые он писал там всех романов о бонде там сопоставлять их там с какими-то реальными фактами и так далее и тому подобное но вот сегодня видео у нас немножечко другому теме просто посвящено вот то ян флеминг он у нас работал на самом деле журналистом и в годы второй мировой войны работал в разведке но в принципе штабистом то есть штабе вот даже какие-то операции планировал вот и в принципе знал как эта кухня работает изнутри вся а вот после войны он так скажем стол просто написал вот 50 в начале пятидесятых как раз таки вот такой роман как королевское казино но она же казино рояль вот и ну по нему очень видно что написал он его честно говоря ребята в стол то есть в чем был как бы феномен флеминга по отношению к бонду значит ну во первых несмотря на то что скажем так у бонда была куча прообразов из различных разведчиков вот этих агентов скажем так полевых времен первой и второй мировой войны вот все таки в большей степени бонд являлся аватаром самого флеминга как бы сам писатель в общем то просто себя проецировал на скажем так своего персонажа вот и даже вот например если так брать вот это вот казино рояль 0 королевское казино как здесь вот он назван то в это имело место быть случай жизни самого флеминга то есть так скажем флеминг в сорок первом году приехал в лиссабон и увидел что в местном казино сам там центральным вам самым большом который там был в лиссабоне обитали агенты абвера немецкого вот и значит флеминг решил что вот сейчас значит он такой прямо крутой игрок сейчас он значит их бакару обыграет всех благополучно значит все их фонды спокойно этот самый почистит вот но в результате чего в общем то по факту пух и прах проигрался агентом абвера сам флеминг вот но тем не менее эту идею вот он для романа что называется использовал и как бы то есть так вот из-за этого случая появился первый роман флеминга и таких кстати примеров достаточно много вот но если когда я начал читать этот роман даже несмотря на то что там где-то на западе он в свое время там то есть когда он там пятьдесят третьем по мгаду вышел если ничего не путаю был бестселлером то есть я его просто действительно прочел на силу то есть видно сразу что флеминг действительно писал его в стол потому что там больше половины повествования ничего не происходит то есть какая-то там движуха где-то есть вот там начале и в конце и на этом как бы все честно говоря особо сильно и заканчивается то есть может быть для пятьдесят третьего года то есть почему все таки этот роман стал свое время книжным бестселлером объясняется это только тем что ну лично я нахожу такое объяснение что флеминг апеллировал такими вещами как старая добрая ультра насилия и секс то есть ну что в те года может так не особо было принято вот плюс ко всему у него конечно была какая интересная такая вот вещь значит он поскольку действительно сам называется работа в разведке у него конечно дикое недоумение вызывали романы вот такие всякие шпионские которые писали люди которые ну скажем так разведки никакого отношения не имели и в общем то ничего путного сами написать не могли писали там какую-то вот бредятину на серьезных чах и в принципе флеминг что делал то есть брал какие-то вот реальные факты и события представляя в принципе как работает разведка вместе с тем это все гипертрофировал и любил добавлять вот такую вот всякую местами бредятину которая происходила в тех романах то есть как бы как вот такую больше бонт у него был порозе на все вот эти вот тогда серьезные всякие шпионские романы вот ну и в принципе тогда шла вообще уже холодная война вот это у нас уже как раз 50 там 53 год только как раз стали номер вот и как бы там-то на западе все были на самом деле люди там напуганы там везде какие-то сообщения проходили что каких-то там то советских агентов где-то поймали то еще там соответственно что то то есть но так скажем такая вот шпиономания охватила скажем так западный мир и здесь конечно да роман как в этом вопросе очень сильно в точку попадал вот и в принципе в достоинство этого романа могу отнести одну такую вещь что флеминг действительно умел писать то есть на полном серьезе флеминг умел писать как бы это без юмора вот то есть но может быть из-за чего все-таки этот роман осилил то есть не так даже нисколько для галочки что я вот такой молодец что прочел там допустим этот казино рояль а вот ну в общем то то есть видео что все-таки значит как бы все-таки флеминг действительно умел писать но видимо годы журналистики даром не прошли вот то что значит у нас получается флеминг еще и как бы но пошла вот эта линейка как раз фильмов о джеймсе бонди достаточно успешная и что как бы он такого персонажа все-таки придумал я решил дать писателю второй шанс вот и значит прочитал вот второй роман в этой книге это живи и дай умереть и вот этот роман мне гораздо больше понравился то есть он на несколько голов выше как раз таки получается королевского казино вот но единственно что конечно он в этом вопросе скажем так ну тоже не очень как бы хорош то есть нельзя сказать что прям так мне понравится был там конечно вот один такой эпизод в этой книге который использовался так скажем за основу сюжета уже фильма лицензия на убийство с тимоти далтоном то есть моего первого фильма джеймсе бонди который мне очень как бы нравится вот это место особенно было конечно интересно дочитать а вот но знаете тоже как бы не фонтан вот то есть и потом ребята у нас произошла какая очень интересная вещь дело все в том что когда пошли у нас уже фильмы от и он продакшнс то есть это продюсеров альберта брокколи гарри зальцмана вот значит утвердили тогда шона коннери на роль джеймса бонда вот а коннери было немножечко свое видение этой как бы роли это катастрофически не нравилось флемингу в общем-то они за этого как бы ругались потом позднее все-таки флеминг после премьеры доктор но действительно оценил скажем так видение коннери и так получилось что в последних романах уже на значит аватар как бы так скажем как бы так скажем флеминга самого ну то есть который бонд в принципе являлся наложился еще и коннери то есть вот видение коннери именно каким коннери видел фильм бонда то есть это в основном последние три романа из которым тут вышли вот уже в конце жизни флеминга это вот на тайной службе величества тут даже есть такие вот любопытные отсылки на сами фильмы то есть как мы знаем например ну точнее мало ли может многие не знают приду этот факт то есть шон коннери на съемки например пришел с часами rolex это были его личные часы вот и значит он просто отказался их снимать то есть там никакого реклама никакого продукт плейсмента не было в этом моменте вот и вот здесь как раз таки на тайной службе величества как раз вот этот факт упоминается что значит бонд у нас носит rolex плюс ко всему чувство юмора такой который вот было у шона коннери зачастую такое очень желчное а такой вот черное так вот чернушная скажем так который скорее больше издержками его профессии объяснялась вот здесь она тоже присутствует притом такой достаточно я бы сказал флеминга это еще в большую такую сторону тонкого английского юмора ушло такого достаточно забавного вот и также на пике глори вот в отличие от фильма там были не только допустим бонда девушки блофельта его люди но также еще и различные гости присутствовали то есть там приезжали на лужах покататься всякие там знатные особые всякие соответственно там бизнесмены актрисы и вот когда значит бонду представляют гостей там как раз таки дело такой акцент а это вот курсула андерс знаменитая актриса и вот как раз таки русул андерс у нас фильме доктор но играла девушку бонда это вот такая ссылочка так скажем в этой книжке есть но и в принципе сам роман читается на одном дыхании то здесь надо признаться что скажем так видимо флеминг шоу по какому-то вот такому авторскому перфекционизму что следующий как-то роман о бонде был гораздо лучше предыдущего ну то есть если вот брать казино рояль то достаточно такая для меня по крайней мере очень унылая книга вот живи и дай умереть была уже там на несколько голов лучше но прям там не идеальные конечно тоже вот ну конечно тайной службе величества там за исключением некоторых моментов вообще замечательный роман вот я его там буквально за там пару просто дней на работе его прочел вот в обеденные перерывы там несколько дней просто работал вот и не знаю вот от этого романа лично получил огромное удовольствие в принципе вот но по поводу уже как бы там допустим фильмов там сопоставлений с книгами допустим там актеров которые играли бонда и прочих вещах мы наверное поговорим выпусках посвященным уже фильмом вот здесь все-таки у нас разговор пока про литературу но вот эту книжку я могу настоятельно в принципе рекомендовать всем вот очень хороший роман значит потом у нас идут вот такие романы это у нас получается живешь лишь дважды человек золотым пистолетом то есть здесь просто что как бы интересно выходит как бы что это уже прямые продолжения вот как раз таки на тайной службе величества и как раз таки являлись последними такими романами я на флеминга то есть а джеймси бонди то есть человек золотым пистолетом уже вышел даже после смерти автора то есть и как бы что парадоксально то есть флеминг например этим романом сам был очень недоволен то есть он его как бы написал грубо говоря такую первую его версию черновую и хотел его даже переписать в некоторых местах но значит просто не успел этого сделать то есть его грубо говоря издали уже таким каким в общем-то на самом деле он скажем так был вот принципе ну а тем не менее вот я считаю тоже он очень хорошо написан то есть я его тоже прочитал на одном дыхании очень на самом деле хорошая книжка тоже можно рекомендовать всем а вот эти живешь лишь дважды но мне немножечко меньше так скажем понравился чем допустим на тайной службе величества или человек золотым пистолетом вот но тоже на самом деле достаточно хорошо написан в принципе тоже читал его с большим удовольствием конкретно этот роман вот в принципе то есть вот как раз таки все последние такие произведения флеминга вот ну по крайней мере с того что я читал о бонде они как раз таки могу их вот точно всем как бы рекомендовать давать ну вот то есть там на самом деле уже и местами вот такой юмор идет юмор кстати такой достаточно очень хороший вот классика можно сказать английского юмора на вот и как-то так они уже и как-то там больше и экшен и больше как-то каких таких и действий и самое главное что флеминг более или менее представлял на самом деле о чем он пишет потому что на самом деле во многих странах где действие вот это все происходило он уже присутствовал там как бы так скажем был какое-то время даже жил потому что по миру он достаточно прилично поездил вот поэтому так скажем достаточно ну представлял по крайней мере что он там описывает вот если брать вот эту так скажем трилогию то есть на тайной службе величества живешь только дважды человек с золотым пистолетом здесь появляется такой персонаж как мэри гуднайт то есть по фильмам мы знаем что этот персонаж у нас был только в фильме с роджером муром человек золотым пистолетом то есть его ну скажем так именно ну не знаю даже сложно назвать этой экранизации потому что книга и фильм достаточно сильно друг от друга отличаются а вот но тем не менее значит что то что это в принципе на самом деле оба достойные произведения вот и значит мэри гуднайт у нас была секретарша бонда который бонт расскажем просто флиртовал но значит мог назвать ее как бы даже так своим именно другом с подругой так вот и это кстати очень так любопытно потому что в более допустим ранних таких первых романах флеминга то есть вон достаточно я риск сис который считает что женщин надо использовать только ну скажем так по прямому назначению вот прямо конечно это не говорится но предразумевается как само собой разумеющие вот а например в человек золотым пистолетом где вот у мэри гуднайт такая большая роль потому что здесь все таки она первый раз появляется например на тайне службе величества роль там не очень у нее большая вот в живешь лишь дважды там она буквально есть только в начале и в конце а а вот в человеке золотым пистолетом у нее такая достаточно большая роль даже то что она там рисковала своей жизнью чтобы помочь спасти как бы так скажем бонда предупредить его об опасности вот это что как бы так достаточно ловко смогла выкрутиться ситуации и значит самое что парадоксальное то есть я не знаю что там дальше попланировал флеминг там могло всякое случиться но по крайней мере как бы бон так с ней не переспал так что в общем-то для бонда она так просто другом или там ну так скажем ты же быть точнее подругой просто и осталось вот тем более что бонд и и очень высоко ценил вот что как бы именно странно но опять же для него если читать более ранние романы флеминга вот но это что оказалось вот таких последних романов и вот из недавнего я честно говоря прочел из россии с любовью то есть сам флеминг считал что это в принципе лучший его роман о джеймсе бонди ну честно говоря надо признаться что мне самому он больше конечно понравился чем ранее романы бонда бонди вот но не могу прямо сказать что они там допустим что вот эта книжка лучше там в каких-то более поздних произведений особенно там на тайной службе величества вот но тем не менее тоже достаточно интересный хороший роман с интересными такими подробностями вот где-то конечно там местами надо признаться от лимин как по мне воде так перегибает немножечко палку вот ну что как бы хотелось упомянуть то есть флеминг одно время все-таки действительно был в ссср насколько я помню перед войной честно не знаю был ли он там уже после войны вот и кстати поскольку он там каким-то боком то ли за то ли как журналист был от агентства рейтер то ли значит был как-то к посольству британскому этот привязан но ему кстати как раз самое что интересное у тогда по моду был тридцать девятый год какую-то девушку подослали которая должна была его соблазнить и более того она его соблазнила но собственно поскольку у нас как вы понимаете бонд является аватаром флеминга флеминга падок был на женщин вот то есть так что тут племен так скажем на это повелся но вот как раз таки именно вот это обстоятельство одно в какой-то степени легло в основу вот как раз таки этого романа джеймси бонди вот ну опять же флеминга во многом писала по принципу сказка ложда в ней намек добр молодцам урок и стоит кстати отметить очень важную вещь что произведение флеминга они не были ну скажем так вот по кроме того что читал какими-то скажем такими трусофобскими как ноги может показаться потому что ну скажем так вспомните какие-нибудь фильмы там пропагандистки и американские эпохи рейгана то есть тот же самый там рэмбо 2 рэмбо 3 особенно вот если их новолизации еще почитать там вообще все замечательно вот или допустим то же самое там красный восход и есть действительно русофобии как бы не будет и самое что хорошее как я уже в принципе упоминал то есть флеминг про страны которые писал хотя бы там был и здесь клюквы не было то есть вот такого прям желание там рука-лицо сделать себе у меня не возникало то есть я говорю опять же несколько там перегибов но таких не критичных скажем так вот и при этом что фильм как раз таки ну в прямом смысле слова можно дать назвать этой экранизации этой книги то есть конечно скажем так местами они достаточно сильно отличаются но в общем и целом основные события книги фильм повторяет но опять же про фильм лучше подробнее мы поговорим выпуске уже про фильмы вот а здесь собственно что могу добавить то есть как бы флемингу все-таки как-то с бондом надоело играться то есть он там написал несколько про него романов и в этом романе он решил бонда убить вот то есть в конце у нас бонд как бы погибает вот но конечно это тогда вызвало называется вырву возмущение читателей и все-таки следующем романе флеминг скажем так бонда воскресил то есть тот случай когда персонаж оказался сильнее автора такое такие вещи тоже могут случаться вполне то есть достаточно вспомнить того же самого артура канан дойля с холмсом то есть как он холмса пытался убить соответственно читатели ему это сделать не дали вот но и честно говоря так уже может быть местами где-то как-то бонт уже так сам как персонаж достал флеминга он уже может ему был уже там интересен то есть не знаю чем бы все дальше закончилось не умри флеминг в 64 году вот но тем не менее вот а также стоит еще про эту книжку отметить одну такую интересную деталь то есть ну вот как бы романы флеминга они так все-таки стали с бестселлерами то есть достаточно хорошо продались но просто до фантастических масштабов их продажи возросли наверно в году даже так не вспомним в каком начале 60-х когда значит не помню какой журнал опубликовал интервью с президентом сша кеннеди где тот как раз таки называл свои любимые десять книг и одно из таких вот его любимых книг был как раз таки книжка из россии с любовью то есть даже самое что интересное именно гарри зальцмана альберт брокколи вторым фильмом стали снимать из россии с любовью только из-за этого факта и самое что парадоксально это был последний фильм который президент джон геннеди увидел ну скажем так перед смертью в кинотеатре все-то но успел посмотреть а потом там помочь несколько дней там сколько я уже не помню там времени его убили вот то есть вот такие как бы дела вот ну честно говоря сразу скажу ребята еще такой очень важную вещь вот бонд и много ему подобных потому что там в принципе еще где-то с 50-х годов там по-моему даже чуть ли не не середина или конца вот точно врать не буду шло очень много всяких различных еще кроме того что были у нас и писатели были и книги были значит эти различные телесериалы про шпионов вот который так скажем миф о британских спецслужбах прям такой создавали ну вот далеко за примерами ходить не надо достаточно вспомнить что вот на прошлый новый год я сделал обзор на такой мой любимый сериал из детства это мстители the avengers именно оригинальные то есть не путайте ни в коем случае их с марвелскими а вот и как раз таки флиминг в этом вопросе не отставал да и фильма от бонда так сказать про бонда так скажем масло в огонь подлили вот а для примера я честно говоря что могу вам показать то есть как на самом деле дела британской разведки обстояли очень печально вот есть такой автор герман гискес то есть вот он а как раз таки был этим господи начальником аббера в нидерландах оккупированных вот немцами и он как раз таки умудрился в течение трех лет почти водить вот как раз таки английскую разведку просто за нос при том сам совершенно искренне удивляясь что как они вот на это все ведутся то есть как вот они так до сих пор это все не раскрыли то есть его это диснея искренне удивляла вот то есть вот как раз его мемуары и самое что интересно вот в этой книжке еще есть такое приложение где есть воспоминания радиста одного вот этого который был в этом голландца который был в подполье и которого повязали немцы и заставили на себя работать что он тут упоминает что кучу раз когда его значит немца заставляли отсылать сообщение в англии он кучу раз там давал всякие сигналы там как его учили школе радистов там пометки что он соответственно повязан что игра уже окончена и то есть англичане упор этого не видели то есть это вот такой пожалуй я репример но не стоит как бы думать что после смерти флеминга романы о бонде прекратились то есть их еще писала куча других авторов вот было даже во сколько я помню серия книжек юный джеймс бон где действиями второй мировой войны происходили вот и еще был такой любопытный факт что ну как я уже как бы его упоминал большинство фильмов о джеймсе бонде которые вроде как были сняты по роману там по романам флеминга на самом деле ничего общего кроме названия с этими романами не имели и у нас а то и там печатались именно книжные адаптации вот новолизации вот этих самых фильмов то есть от других уже авторов ну вот то есть это такие уже там в 70-е там 80-е там годы и дальше там 90-е уже а вот и значит как бы тут я что могу привести пример такой был значит такой замечательный писатель английским к сожалению уже тоже умер значит это джон гарднер вот он как раз таки кроме того что писал новолизации каких-то фильмов о бонде то есть вот из такого даже на пожалуй то что точно выходило на стране могу вспомнить золотой глаз именно то есть он 96 году написал на основе его кино сценария его новолизацию и в 97 году у нас в россии она выходила то есть но я к сожалению эту книжку не могу найти то есть ни в каком виде то есть не в электронном самое что вот мне желание физическом так что не могу сказать там насколько как бы хорошо он именно этот роман написал но тем не менее успела прочитать вот в электронном виде такой вот его роман как соответственно человек из барбароссы то есть он как раз в 91 году его написал вот то есть не знаю издавался ли этот роман у нас в россии вот вообще потому что я его нашел только в фанатском переводе вот но самое что парадоксальное читал я его как раз таки после того как первые два романа флеминга прочитал то есть вот эти вот королевское казино живее дай умереть и как бы понятное дело что гарднер писал гораздо как бы лучше флеминга гораздо как бы интереснее вот этих романов вот то есть там я просто так на ночь глядя решил посмотреть как бы вот что там гарднер написал и дочитался почти там чуть ли не до конца книжки вот то есть очень как бы увлекательно тоже всем как бы что называется рекомендую тем более что вот я что ни в каком виде вообще не смог найти информацию что издавалось это или нет но у нас и переводилась там в электронном виде допустим или там физические каких-то копиях это лицензии на убийство то есть вот тоже гарднер писал тоже вот хочу достать эту книжку на в каком-нибудь виде то есть может его когда-нибудь день переведут вот ну и будущем конечно хотелось бы ознакомиться с новолизациями по мотивам фильмов с бросманом то есть их там писали ну гарднер успел написать только соответственно золотой глаз но другие авторы они писали там завтра не умер никогда и целого мира мало умри но не сейчас насколько я помню у всех у них были свои книжные адаптации вот и бы хотелось почитать потому что каждый этот фильм был сделан по своему собственному сюжету вот так что вот такой могу интересный итог подвести ну и на прощание ребята хотелось бы вам зачитать фрагмент из книги я на флеминга на тайной службе величества вот фильм к сожалению большому он не вошел видимо чтоб не растягивать хронометраж но я считаю его достаточно забавным тут есть такой так скажем тонкий английский юмор поэтому решил вас с ним ознакомить бонд последовал за привратником по длинному коридору сплошь завешанному тускло мерцавшими гербами в деревянных рамках он поднялся наверх по сырой покрытой паутине лестнице повернул за угол и оказался перед массивной дверью под которой золотом было оттиснуто грифон ор сопровождающий над надписью восседал вышеназванный золотой грифон превратник постучал открыл дверь и назвав фамилию бонда оставил его у входа в захламленный кабинет который был буквально завален книгами бумагами и внушительного вида пергаментами над всем этим беспорядком возвышалась лысая розовая макушка ой камленная седыми кудрями в комнате пахло как в склепе бонд прошел по узкой ковровой дорожке между грудами хлама и остановившись у одиноко стоявшего кресла оказался напротив человека полускрытого от него кипой книг он кашлянул человек поднял глаза прикрытые пенсны и на лице его очень походившим на физиономию мистера пиквика появилась отсутствующая улыбка он встал и слегка поклонился бонд произнес он голосом похожим на скрип старого сундука командер джеймс бонд так 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 бонд 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 кажется вы у меня где-то тут он поводил пальцем по открытой странице огромного фолианта затем опустился в кресло бонд последовал его примеру да 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 действительно весьма интересно очень интересно но боюсь мне придется разочаровать вас уважаемые сэр титул этот более не существует мы кстати говорим о титуле баронетта одном из самых желанных однако нет никакого сомнения в том что есть возможность установить родство по побочной линии так так пенснееву прямо таки буравила страницы есть добрый десяток разных бондов наиболее интересная ветвь обрывается на сэре Томасе Бонде в своем роде выдающемся джентльмене он проживал пэкхэме потомство увы не оставил пенсне ободрающе подмигнула не было законных наследников скажем так конечно в те времена нравы строгости не отличались словом если найти ниточку к пэкхэму я не имею никакого отношения к пэкхэму я грифон ор поднял руку останавливая его а позвольте спросить сказал он строго откуда родом ваши родители это уважаемые первое звено в цепочке отсюда мы начнем разматывать клубочек архивы Сомерсет Хауса записи в церковных книгах старые надгробия нет сомнения что с такой замечательной старинной английской фамилией как ваша мы в конце концов до чего-нибудь доберемся мой отец шотландец а мать из Швейцарии но дело в том понимаю понимаю вы хотели бы знать во сколько обойдется подобное исследование об этом дорогой друг поговорим позднее а теперь скажите-ка мне из каких мест в Шотландии родом ваш отец это важно шотландские архивы безусловно не столь исчерпывающие на юге работать гораздо легче в те времена должен признаться наши кузены проживавшие по другую сторону границы были немногим лучше дикарей грифон ор вежливо склонил голову по губам его скользнула мимолетная и как показалось бонду притворная улыбка конечно это были симпатичные дикари очень отважные и все такое но увы хроник соответствующих почти не вели мечом владели лучше чем пером если можно так выразиться но быть может ваш дед и бабка или их предки были выходцами с юга мой отец родом с северного нагорья это неподалеку от гленкоу но позвольте заметить грифона ора однако нельзя было сбить с толку он придвинул к себе еще один толстенный том и стал водить пальцем по строчкам напечатанным микроскопическим шрифтом ага 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 начало не очень обнадеживающее в основах геральдики берка приводится более десятка семейств вашей фамилии но какая жалость ни одну из них не проживала в шотландии это правда не означает что шотландская ветвь отсутствует может быть у вас имеются другие родственники и вдруг они еще живы довольно часто при расследовании подобного рода находится неожиданно какой-нибудь дальний кузен грифонор сунул руку в карман шелкового жилета малинового цвета жилет был застегнут наглухо почти до самого галстука завязанного аккуратным узлом он вынул маленькую серебряную табакерку протянул ее бонду потом сам взял две большие щепотки и сильно втянул носом он дважды чихнул как взорвался прикрывшись изысканным носовым платком с вензелями бонд воспользовался паузой он наклонился вперед и сказал четко и громко я пришел сюда не для того чтобы говорить о себе меня интересует блофельд что вы сказали грифонор посмотрел на него с нескрываемым изумлением вас не интересует собственное родословное он предостерегающе поднял вверх палец понимаете ли вы мой дорогой друг что в случае успеха вы можете претендовать на то чтобы считаться прямым потомком здесь он почувствовал себя неуверенно или по меньшей мере особой состоящей в родстве с одной из древнейших фамилий баронеттов получивших этот титул он вновь обратился к первому фолианту и нырнул в него в 1658 году разве может вас оставлять равнодушным то обстоятельство что один из ваших предполагаемых предков имел отношение к названию едва ли не самой знаменитой улицы мира я имею в виду конечно Бонд стрит и говорю я о сэре Томасе Бонде баронете из Пекхэма в градстве с Сурой ведь он уверен что для вас это давно не секрет занимал должность ревизора при дворе Генриетты Марии королевы матери улица появилась в 1686 году общеизвестно что название ее ассоциируется с именами известных англичан первый герцог Сент-Олбенс сын Нелли Гвин жил на этой улице ровно как и Лоренс Терм знаменитый Босуэльский обед проходил именно там и присутствовали на нем Джонсон, Рельнетс, Голдсмит и Гарик настоятель Свифт и Кенинг проживали там в разное время и не безинтересно отметить что когда лорд Нельсон обретался в доме номер 141 леди Гамильтон находилась в доме номер 145 и это уважаемый сэр центральная торговая улица Лондона и это имя которое вы носите ну как в вас все еще не проснулось желание предъявить свои права на такой благородный титул нет? он в изумлении приподнял свои густые брови перипетия и хитросплетение самой истории дорогой командер Бонд он потянулся еще за одним томом который уже лежал открытым на его письменном столе было очевидно что он приготовил его специально дабы доставить Бонду удовольствие вот герб например он без сомнения должен вас заинтересовать да что там всей вашей семье вашим детям без него никак не обойтись послушайте только орнамент из трех дисков черного цвета нашитых углом на серебре он развернул книгу так что Бонд мог видеть рисунок диски в форме золотистых шаров ну это я думаю вы и так знаете три шара конечно весьма ценное дополнение сухо прокомментировал Бонд но ирония заключенная во фразе не дошла до Гриффина Ора боюсь однако что во всем этом я ничего не смыслю и нет у меня ни родственников ни детей а теперь о человеке по имени но как же можно оставить без внимания такие замечательные слова что начерчено на гербе перебила его взволнованно Гриффин Ор и целого мира мало и вы отказываетесь от своих претензий на все это девиз безусловно великолепен и отказываться от него было бы грешно сказал Бонд нетерпеливо и нарочито взглянул на часы однако теперь кажется пора уже перейти к делу мне еще нужно успеть свое министерство Гриффин Ор сопровождающий из геральдической палаты выглядел искренне обиженным а вот еще одна ветвь восходящая по меньшей мере к Норману Ле Бонду первое упоминание о котором датируется 1180 годом прекрасное древнеанглийское имя хотя может быть в истоках своих невысокого происхождения в словаре английских фамилий приводится вполне конкретное определение землепашец крестьянин простолюдин не мелькнули в бесцветных глазках грифона злобный огонек но если вас нисколько не интересует собственное родословное истоки семейства вашего добавил Ор задаваясь тогда достопочтимый сэр чем же могу быть вам полезным наконец то Джеймс Бонд задохнул с облегчением я пришел сюда принялся терпеливо объяснять он чтобы навести справки о неком Эрнсте Ставро Блофельде кажется ваша организация располагает некоторой информацией об этом человеке в глазах грифона Ора вдруг мелькнуло подозрение но вы представились командером Джеймсом Бондом а теперь называйте имя Блофельда как это понимать? я из министерства обороны сказал Бонд холодно где-то в этом помещении мне должны сообщить сведения о человеке по фамилии Блофельд к кому мне обратиться Гриффон Ор пошарил рукой в ореоле своих кудрей а Блофельд да так так он посмотрел на Бонда отсутствующим взглядом простите командер Бонд но я потратил в пустую массу своего времени времени Геральдической палаты для меня остается загадкой почему вы сразу не назвали это имя позвольте позвольте Блофельд Блофельд кажется припоминаю имя это упоминалось на днях на одном из заседаний нашего капитула кто же занимается этим делом ах да он потянулся к телефону со всех сторон окруженному книгами и бумагами соедините меня с Эйблом Базилиском соедините меня с Эйблом Базилиском так как быть так как быть так как быть опа наконец-то смотреть дальше что-то был такой вообще это вообще чё видимо это же у нас мединая энциклопедия по в индиане все бонды вместе А, нет, у Нанечки есть, да, когда грустно красивее упаковано, но мне уже сама упаковка нравится, это уже круто, нечто, ну-ка. Да, 96-й год, кстати. Так, мы начинаем в последнем кулике. Давайте его взглянем, и поглядим. Опа, какие чудеса. Джеймс Бонн, Дуэль. Стимати Даута, на обложке. Опа. Карточки. Такие диссезионы, какая-то решает. Ребята, давай. Так. Ну что, здесь теперь вот такое вот чудо. Так. Ну что, и это, соответственно, опаки, пикавли все не от файера. Так. Звончик совсем. Это диск 2. Это диск 2. Да, 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 что такое. Четыре себе. Так. Так. Вроде не очень убитый. Так. Проверить, запустится ли он в этом кулике или нет. Так. Здесь у нас. Вот так. Сейчас. Вот так. Катентально пойду, если капюшка там обладит, как-то обладает. Ну вот, конечно, более убитый на какими-то мелкими царапинами. Ну посмотрим. Будем надеяться, что... Господи, что оба заработают. Что я могу еще сказать. Ну все, теперь у меня с 93-го года по Джимсу Бунду полная вообще коллекция. Вот. Вот. Еще раз вам просто все покажу, чтобы масштабы все, что называется, оценили. Все-то у нас Nightfire, это у нас мультимедийное циклопедие по Джимсу Бунду. Это вот у нас дуэль с Тимоти Далтоном на обложке. И вот. Из России с любовью. Вот PSP версия, да. Теперь у меня надо коллекция еще полная. Все. Жизнь, можно сказать, ребятушки, проживу не зря. Я это сделал, я за жизнь собрал. Все играть в Джимси Бунде хотя бы с 93-го года. Это большое достижение.